Каркат. Быть прошлым каркатом. Ты не можешь быть прошлым каркатом, потому что прошлый каркат в прошлом спит. Прошлый каркат, проснись. Закончить отвечать Канае в меморандуме Настоящий концерт генетик прямо сейчас ответил на меморандум. Ладно. Наверное, всё в порядке. Что произошло? Я выродился где-то на час. Вот садобата. Ты окончательно с катушек летела, ты знаешь? Хочешь сказать, съебанулась в опарышей? Ага. Хотя и в хорошем смысле. Ладно, я закрываю меморандум для себя в прошлом. Раз уж он в данный момент является бессознание на полчаса назад. Увидимся в твоём нынешнем будущем. До встречи. Настоящий концерт генетик забанил на меморандум. Настоящий концерт генетик закрыл меморандум. Поговорить с Терези. Ух ты! Вы только гляньте, кто наконец-то проснулся. Мы пытались разбудить тебя целый час, но ты не реагировал даже на самые безжалостные удары тростью. Голова болит. Наверное, из-за вышеупомянутых ударов тростью. Пригодишься уже трепаться об ударах. Убедить трость в сторону чтоб тебя. Тебе уже она даже не нужна. У меня был ужасный сон, понятно? Я наконец-то проснулся на проспите. Правда? О боже. Поверить не могу, что пропустила это. Ага. Ну прости, что мы не смогли отправиться в полёт. На золотом волшебном ковре. Или что-то там запланировалось для нас. Но теперь уже слишком поздно. Моё снобличье мертво. Я знаю. Все наши снобличья мертвы. Проспит был полностью разрушен. Ну чё, серьёзно? Наверное, это не так уж удивительно. Короче, я снова видел демона. Думаю, я знаю, кто это. Кто? Не знаю, как это вообще возможно. Мне нужно поискать больше ответов, прежде чем я буду знать наверняка. Прекрати быть таким таинственным и скажи мне. Ни за что. Я не собираюсь делать поспешных выводов. Если окажется, что я прав, то нам, наверное, обоим придётся говорить, я же тебе говорил. О, ладно. Итак, ты его видел как раз перед тем, как он разрушил Проспит? Ага, это была даже не худшая часть сна. Это было час назад? Что тебе с тех пор снилось? Я не хочу говорить об этом. В общем, я всем запрещаю спать. Запрещаешь? Да, как ваш лидер, я приказываю всем спящим просто не смыкать глаз. Независимо от того, насколько вы устали. Эм, ладно. Ты вообще хоть когда-нибудь устаёшь? Это что ещё должно значить? Ты целыми днями только и делаешь, что треплёшься и неподобающе не уходишь лишь всех подряд с этой говноедской ухмылкой. Я не думаю, чтобы хоть раз видел, как ты зевала. Я уже порядочно устала. Если уж тебе интересно. Устала от твоего пустого трёпа? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Получить информацию от Терези. Ну так угадай, что? Мы установили контакт с кое-какими пришельцами из вселенной, которую мы создали. Ладно, и что? Тебе не кажется, что это довольно мило? Нет, это скучно и кого волнует? Я думала, что тебе, как нашему неустрашимому лидеру, будет интересно это узнать. Ну хорошо. Как лидер, я рекомендую нам доставить им красивую подрачную корзину через трансселенский забиватель болтов. Ты записываешь? Да. Я не говорю, что нам обязательно надо разводить с ними дружбу. Или ещё что. Но мы начали подозревать, что они имеют какое-то отношение к нашему сеансу. С парадоксовой точки зрения. Хоть что-нибудь когда-нибудь вообще рассматривалось не с парадоксовой точки зрения? Может быть. Мы сможем найти способ выбраться из этой передряги. Нет. Я уже сказал. Мы обречены. Бессмысленная раса инопланетян этого не изменит. А тебе прошу меня извинить, у меня куча важных дел. Ты имеешь в виду кучу важного бессмысленного шатания по коридорам и трёпа с остальными? Да. Именно. Поговорить с Эльданом. Что за воли легарный показ он устроил? Развешивать всё своё грязное бельё. Например, навалил эту огромную кучу рожков посреди комнаты. По крайней мере, у меня хватило банального достоинства, чтобы спрятать мою кучу дерьмовых палочек в другом месте лаборатории. Которые ты не найдёшь. Даже не пытайся искать. Зачем вы, уроды, собираете кучу хлама? Просто прекращайте! Осмотреть кучу дерьмовых рожков. Ты только посмотри на весь этот хлам на полу. Вы провели тут едва ли пару часов, а этот чел уже успел превратить лабораторию в клоунский хлев. Поговорить с Гамзи. Эй, я могу помочь моему усталому на вид братюне мальца отоспаться? Поспишь, куча рожков? Всего за 420 долларов? Нет. Ни за что. Я только что проспал на получас. Неужели похоже, что мне нужно ещё поспать? Кроме того, я только запретил всем спать. Так что он не устраивает этот сраный трактир в куче рогов, понятно? И ещё прийти прислать, у тебя получается ужасно. Ладно, но если ты вдруг весь такой передумаешь, то ты знаешь, где искать кучу, лучший дружин. Ах да, ещё выберет долбаный музык с пола. Если это дерьмо не ищет через несколько часов, я точно разозлюсь. Хонг-хонг-хонг-хонг-хонг. Поговорить с Канаей. Бриф, я только что закончил говорить с тобой в прошлом, помнишь? Ты стрелала в фигню с тем вулканом, а я вырвался на час. Смутно. Это было сейчас. Знаешь что, новые приказы. Больше никаких импровизированных ампутаций, хорошо? Импровизампутаций. Ага, держи свою помадку хорошо зачехлённой. Я не хочу обернуться и увидеть радужную кровь, брызжащую во всех направлениях только потому, что ты решила, что это место немного скучное. Я сделала, что смогла, чтобы стереть кровь до того, как ты проснулся. Благодарю за это. И ещё один новый приказ. Не засыпать. Не беспокойся. Мне не сильно хочется узнавать, что произойдёт, если я это сделаю. Ещё какие-нибудь приказы. Например, те, что могут относиться к этим инопланетным детям. Ага, мои приказы стоят в том, что они абсолютно нас не касаются. И кого они вообще волнуют? Как это может быть приказами? Потому что я лидер. Вот как. Они имеют значение. Чего ты взяла это? Довольно трудно объяснить. Но я думаю, что тебе действительно стоит взглянуть на них поближе, прежде чем решать, что делать с ними и стоит ли вообще. Возможно, после этого особенно лидерственная речь будет уместна. Ладно. Я сомневаюсь, но как скажешь. Поговорить с Вриской. Эй, Вриска, что ты делаешь? Пожалуйста! Ради всего святого! Пусть это будет что-то бессмысленное и безобидное! Каркет, чел, надолго же ты вырубился. Я успела сделать столько планов, пока ты спал. Знаешь, сколько планов я сделала? Наверное, всех их. Хотя план, на самом деле, нельзя посчитать точно. И мы оба, блядь, знаем это. Да, всех их. Так много дел. Догадайся, что с делами? Пожалуйста, пусть они не будут гореть! Пожалуйста, пусть они не будут гореть! У меня... все... дела... горят! Ёб твою же мать! Слушай, что бы там ни творило, прекрати или притормози, может ты сделать, пожалуйста. Я бы не собирался заниматься людьми, но теперь ты меня нервируешь. Просто дай мне возможность делать на суть вопроса, и затем я проведу инструктаж для всех. Может речь так, ну или еще что, может ты сделать это? Ну, пожалуйста! Я только же сказал, что возьмем А. Уговорил. Я сделаю перерыв, Каркат. Но только потому, что ты был вежлив. Это даст мне шанс сделать кое-что. Осмотреть плюшевого носителя. Похоже, кому-то тут. Нужно прекратить играть в бабские игры. Поговорить с Эквиусом. Это предятельно срабоногами была твоей идеей, верно? Я всего лишь предоставил технологические средства. Хотя моё предложение четвероногого копытного тела, увы, было проигнорировано. Ладно, настоящим я приказываю тебе больше никогда даже не думать о ком-нибудь с лошадними ногами. Это понятно? Да, я могу последовать этому приказу, сэр. Есть и ещё какие-нибудь приказы, которые вы хотели бы отдать мне в той же принудительной манере? Я также приказываю тебе приятнее отопыриваться от моих приказов. И уже в пятисотый чёрт тебя возьми раз. Да, и ты продолжишь отдавать мне этот приказ. Я приказываю тебе. Мне нужно полотенце. Иди попроси своего дворецкого принести себе самолюбённый долбоёб. Аур-Тор мёртв, как и его призрак. Ты не забыл? Ага. Прости, мужик. Я забыл, я не хотел понимать больной вопрос. В этот момент мы, по идее, должны шутливо обняться, словно мы бро. Я буду нежным, насколько возможно. Не прикасайся ко мне! Поговорить с Тавросом. Эй, ты проснулся! Прив, знаешь, когда было бы самое шикарное время, чтобы отпилить нижнюю часть твоего тела и заменить её рыбу ногами? Нет. Любое! Чёрт тебя дели время до настоящего! Но знаешь, во время всего нашего приключения, когда они могли бы пригодиться, кроме одного, когда меня рядом не было бы, это было бы просто восхитительно. Ох, извини, в смысле, я вообще тоже спал, так что я не слишком многое мог бы сказать по данному вопросу. Ты его видел? Кого? Демона, когда спал? Нет. Он был, блядь, прямо рядом с тобой. Я тебе сказал смотреть, но, видимо, ты был слишком занят витанием в небесах или чем вы там обычно занимались на этой аляповой жёлтой луне. О, да, чел, витание в облаках точно было тем, чем я был занят. Короче, это было как раз перед тем, как демон растёс проспит. Опа, так вот что случилось. Идиот, просто не насыпай и передай остальным. Я сейчас всё равно не смог бы заснуть. Я слишком возбуждён из-за этих шикарных ног. Ты только посмотри, я хожу. Ой. Осмотреть универсальный воздух. Практически невозможно пересечь комнату, не споткнувшись об эту проклятую штуку. Этот бардак просто униреален. Эм, в смысле, нереален. Поговорить с Непетой. О, боже, это же восхитительно. Они выглядят такими и интересными. Кто? Человеки. Что такое человек? Инопланетные дети. Ладно тебе, Каркот. Тебе надо прекратить спать мурриками и хорошо это спаться. Погоди, что ты вообще делала? Ты же не устраивалась им этой ролевой чепухей? Вот это будет дерьмо у Первый Контакт. Ладно, как ваш лидер, я запрещаю вам устраивать ролевые игры с ними. Но Эквиос уже запретил мне делать это. Не то, чтобы я его слушалась, но все равно... Стоп, уже запретил. Ладно, тогда как ваш лидер, я приказываю тебе устраивать ролевки с ними. Столько, сколько получится. Будь настолько неносой, насколько возможно. Ура! Поговорить с Фефери. Наконец-то! Итак, Каркот, ну что был похож твой сон после того, как ты умер? Я тут булькала как сумасшедшая, мне было ужасно интересно. Я не буду о нем говорить, просто не засыпай. Ой, погоди, ты же спящий, дерзый, верно? Не ваш тогда, можешь вырубиться в буквальном смысле. Ты выглядишь таким хмурым и бледным. Тебя напугало то, что ты увидел? Как значит того, чтобы не говорить об этом у стекла? Не при чем бояться, они не настолько ужасны, как кажутся. Когда дерз будет разрушен, я собираюсь отправиться спать и доказать это. Я докажу вам, а заодно им. Им? Нашим новым друзьям. Вот увидишь, все будет хорошо. Это так волнительно. Тебе не кажется? Нет. Буль этому настроению. Стать будущей Фефери. Ты не можешь быть будущей Фефери, потому что в будущем будущее Фефери спит. Поговорить с Арадей. Ты уже решил троллить их? Троллить кого? Неважно. Давай притворимся, что я этого не говорила, и также притворимся, что это не неизбежно. О чем? Во имя сбивающей с ног воню впадь, да ты говоришь? Ничего. Не то чтобы твое решение, которое ты скоро примешь неизбежно, не привело к каждой отдельно взятой проблеме, что у нас была и будет, равно как не приведет к самому великому уничтожению. Просто продолжай слушаться своих агрессивных позывов, и все будет нормально. Вообще-то, наверное, я могла бы убить тебя прямо сейчас и не дать всему этому случиться, тем самым отправив нас всех в боковую линию времени. Я могла бы даже рассмотреть этот вариант, если бы мы в любом случае не были обречены, и если бы ты не был моим другом. Знаешь, что-то было великолепно, когда ты не была роботом, потому что это лажа с роботом – полная херня. Если бы мы все не должны были скоро умреть, я бы направил труды всей нашей команды на то, чтобы вернуть тебя к жизни. Но мы все равно скоро помрем, так что, видимо, придется поединить несколько часов жуткой психопатской в виде консервной банки. Просто зашивись! Стать будущей Арадии Ты не можешь быть будущей Арадии, потому что в будущем будущая Арадия взорвалась. Поговорить с Солуксом Эй, Кейкей, большая часть этих компов – хлам. Так что, если только у тебя нет действительно хорошей причины, я бы не стал заморачивать вот с их починкой. Я в порядке, спасибо, что спросил, чувак. Твоя заинтересованность высоко ценится, я ее ценю. Пошел ты нахрен со своими театральными выкрутасами. Я не собираюсь срдваться в платье, только потому, что ты вдруг вырубился, увидев немного крови. Почему бы тебе не повзрослеть уже? Эй, иди ты в жопу! Я оборачиваюсь и вижу психопатку с пилой и целую сунами коричневого! Неужели так много просить не превращает наша маленькая убережь в больню? А чё ты от меня хочешь? Чтобы я опустился на пол и поцелотвал твой лиза себе сознания труп в гобы? Чтоб ты проснулся на несуществующем проспите? Давай не будем заниматься этим, ладно? Просто хоть один раз у меня уже сил нет. Ага, ладно. Так, что за дела со всеми этими инопланетянами? Это какая-то фигня, о которой не стоит знать? Не, совсем нет. Они бесполезные и неинтересные. Как я уверен, ты уже сам понял. Я бы рекомендовала не париться с ними, хотя Радия считает, что мы неизбежно влезем в дела друг друга. Ну два пофиг. Я обязуюсь не иметь с ними никаких отношений, вообще никак два. Хорошо, это мне нравится лишь. Ага, разумеется, Кей-Кей. Судя по твоим будущим меморандумам, ты скоро неслабо заведёшься от этой лажи. Чё, нахрен мои будущие меморандумы? Ни за что. Они уморительны. Однозначно это лучшее в твоём лидерстве. Нахрен такое отношение, и нахрен тебя, и нахрен будущего меня. Хорошо. А что насёт прошлого тебя? Прослый ты крут? Единственное, кто тупее и надоедливее будущего меня, это я прошлый. Ха-ха-ха-ха. Транспортализироваться. Открыть сундук. Теперь у тебя есть клешни-серп. Открыть сундук. Теперь у тебя есть немного дар-долларов. Кого-то волнует. Транспортализироваться. Транспортализироваться. Открыть сундук. Теперь у тебя есть целый дар-бакс. Открыть сундук. Теперь у тебя есть самоучитель по Тильдес. Он настолько толстый, что можно было бы убить этой штукой. А если ты освоишь всё, что находится внутри, то сможешь убить вообще всё. Открыть сундук. Теперь у тебя есть плюшевый тинкер-булл. Упокойся с миром, маленький приятель. Открыть сундук. Теперь у тебя есть целая куча дар-баксов. Наверное, можно использовать их как пресс-папье. Или ещё для чего-нибудь. Открыть сундук. Теперь у тебя есть заварочный чайник. Открыть сундук. Теперь у тебя есть нечестивый эликсир. Ты немедленно выпил пойло. Но твои характеристики не меняются. Открыть сундук. Теперь у тебя есть восхитительное произведение искусства. Просто... Почему? Почему это вообще существует? Почему кто-то положил это в сундук? Открыть сундук. Теперь у тебя есть друганы тебя нюхнуть. Так свешо. На стене переключатель. Нажать его? Осмотреть. Блин, почему всё постоянно сваливает свой хлам в твою секретную комнату? Как они вообще забираются сюда? Это так бесит. Осмотреть. Транспортализироваться. Открыть сундук. Открыть сундук. Теперь у тебя есть коробка фруктовых тролльбочек. Злобные усики тролль-крокер повсюду. Осмотреть оборудование. Ты даже не хочешь думать о том дне. Слезь личинки. Повсюду. Открыть сундук. Теперь у тебя есть... О, господи, боже, убери эту гадость отсюда! Так много ужасных воспоминаний для прошлого карката. Стать прошлым каркатом? Да. Теперь ты прошлый каркат. Ты, в общем... Эм... Не слабо, бля, ошеломлен. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.